Ну что, всем привет! Опять с вами Денис, опять надоедаю. И смотрите, в Магните я частенько покупаю спиртные напитки, ну, элитные коньяки, виски. И покупаю только, когда на них хорошая акция, то есть скидочка. Скидочка процентов 40, ну, не меньше 35. Тогда я беру. Ну и на днях наткнулся на коньячок, который называется Велю, российский коньяк выдержанный. Очень красивая бутылка, ну, она мне пригодится потом в моем самогонопроизводстве. Просто шикарнейшая бутылка, я прям сразу как зашел, просто залит на нее. А тут еще и акция. Стоимость его была там 1200, по-моему. А по акции он стоил там 600 рублей. Ну, почти 50-49, по-моему, процентов была скидка на него. Толком ничего особо не нашел. Только на сайте производителя зашел, увидел коньяк. Почитал, соответственно, сразу, прежде чем покупать. Что за коньяк, как-то так о нем там особо не написано. И здесь очень интересная деталь в пояснении, именно на самой бутылке написано. Выдержанный, сейчас даже процитирую, выдержанный не менее 6 лет в контакте с древес... Плохо видно так в контакте с древесиной дуба. Я думаю, что-то про бочки вообще слов никаких нет в этом коньяке. То есть, соответственно, видимо, производитель там нахерачил бочку огромную какую-то там щепы дубовой. Влил туда спирта, не знаю, виноградного спирта, либо нет. Ну, короче, не стал заморачиваться с бочками. И что-то мне сразу такое подозрение появилось. Ну, щепу подержать 6 лет, там, наверное, блин, тусовка конкретная получится. Ну, плюнул и взял этот коньяк, потому что бутылка суперская. Я думаю, она мне потом пригодится. Ну, и давайте, конечно же, его попробуем. Что это за такое чудесное произведение искусства? Тем более, это более 6 лет выдержанный. Должен быть мягкий, ароматный, с ароматами ванили там. Не знаю. Сейчас попробуем. Я специально взял шоколадную конфетку, чтобы коньячок этот закусить. Говорят, хорошо закусывать шоколадом. Говорят, а мы проверим, да? Ну, что, давайте понюхаем прежде всего. Опять же говорю, я не буду там искать нотки лаванды и гнилой картошки. Ну, что сказать. Такой однородный запах у него. Ванили не слышно. Чего-то такое. В аромате ничего плохого не скажешь, но нету такого вот богатого вкуса, как у коньяка хорошего. Обычно вот когда запах, и ты сразу слышишь, что там виноградные нотки есть, обязательно бочка. Ну, то есть, явно бочки не слышны. Не слышно винограда. Больше слышен спирт, притупленный аромат спирта и дубовой щепы. Давайте, конечно, попробуем, а то мы это видео можно растягивать бесконечно долго. Не, ребят. Ой. Матюкаться можно после такого глотка. Очень долго. Как у бульдога могут литься слюни. Фух. Что могу сказать. Обжигает, сука. Просто обжигает. Когда выпиваешь его. Обжигает пасть, можно сказать, даже. Потому что, как ты его выпил, ты чувствуешь себя каким-то аллигатором больным. Я думаю, если вот таким вот нахерачиться коньяком, то вообще с утра умирать будешь. Честно вот скажу, удивил, удивил коньяк тем, что оказался настолько невкусным. Просто удивил. Давайте сейчас попробуем сделать, как многие рекомендуют. Взять шоколадную конфетку. Глоток сделать. Не, ну, запах не самый отвратительный, какой бывает. Но, ну, тоже ничего выдающегося нету. Подержали в руке, а коньяк так правильно пью. Когда коньяк взял температуру вашего тела, только после этого мы делаем глоток. Если в одно видео соединить всю дегустацию всех моих напитков из коллекции, то я тут в сопли просто буду. И буду уже нести хрень полную в камеру. Ой, нет, ну, давайте пробовать, в общем. Небольшой глоточек, но и... Шоколадная конфетка закусили. В любом случае, он, конечно, лучше, чем какая-то водка, какой бы ни была там качественная она. Очистки там. Все это рекламные ходы там. Водка, она вся примерно одинаковая. Из китайского спирта. Кстати, делают китайский спирт весь из говна и мочи китайцев. Если кто не знал. Так что пейте, ребят, на здоровье. Ну что, я даже, наверное, думаю, вот это, что я налил, я не осилю. Еще один глоточек сделаю. После шоколада и попробуем. Нет. Все вот эти вот такие какие-то жестковатости, они прям чувствуются. Видимо, производитель не хотел заморачиваться. Понастоял на дубовой щепе, да разлил. Заказал. Выдали красивую бутылку, красивую надпись. И решили народ немножко развести. Ну, реальная стоимость у такого коньяка, я думаю, рублей 350-400, не больше. Даже за эту цену можно лучше найти коньячок. В общем, я не буду даже вот это допивать. Это так. С какими-то перерывами пробовать. В общем, все на этом. Я обязательно прикреплю фоточку к видео вот этого коньячка. И вы сами, если захотите, конечно, возьмете. Но я думаю, за 1200 вообще точно оно не стоит. Это, блин, не лучшая трата денег. В общем, все. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, либо дизлайки. Это ваше решение. Ну и до новых встреч. Пока.